девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке я покажу вам сам калькулятор расскажу какие у него есть огромные возможности и вы увидите как просто внести в него данные и получить расчет на свой размер все уроки мастер-класса бесплатные и будут собраны в телеграм-канале ссылочка внизу под этим видео переходите и добавляйтесь в этот телеграм-канал уроки там будут всегда и вы в любой момент сможете к ним вернуться и навязать огромную кучу разных кардиганов напоминаю что в уроках мастер-класса я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами с собой ссылка на калькулятор также внизу под этим видео имейте в виду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу а значит вы сможете связать точно такое же изделие как у меня можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно мечтали и так девочки вот так выглядит калькулятор который сделает всю так скажем работу по расчетам за вас всего здесь две таблички вот видите синими ячейками которые надо заполнить то есть мы сюда заносим в первой табличке плотность вязания и причем сразу обращу ваше внимание если у нас основное полотно вот здесь вот вяжется каким-либо узором может быть косыми аранами может быть просто лицевой гладью мы вяжем образец для основного узора и здесь указываем его плотность вязания а далее мы отвязываем резинку и возможно у вас будет не резинка может быть платочная вязка может быть полая резинка вы захотите отделку своего кардигана сделать то есть тот вариант отделки который вы придумаете вот по низу рукавов по низу изделия для вот этой вот планки вы сюда вносите плотность вязания то есть вяжите образец и еще один и сюда заносите плотность вязания и вторая табличка которую необходимо заполнить это у нас мерки чуть позже я к ним вернусь то есть те ячейки которые вот здесь выделены синим вы должны заполнить далее у нас идет описание процесса работы и здесь вы видите красные ячейки с цифрами но у меня здесь цифру уже потому что заполнены вот эти таблицы у вас здесь не будет никаких цифр то есть в этих ячейках в красных , формулы которые всю работу сделают за вас и смотрите отдельно значит описание спинки здесь сколько петель набирает в общем сейчас мы к этому еще вернемся я чуть подробнее объясню далее у нас идет описание полочек то есть у нас их две да и мы вяжем его зеркальном отражении дальше у нас здесь все расчеты для рукава рукава у нас будут красивые будут очень хорошо сидеть по фигуре то есть там будет имитация оката рукава дальше мы тут набираем петли для планки сколько всего набрать тут все вам посчитает калькулятор и мои поздравления ваш кардиган готов вот такое короткое описание все что здесь написано я продублирую видео я все покажу и расскажу то есть каждый этап мы с вами провяжем вместе в видео уроках и теперь я бы хотела пару слов сказать о том почему я делаю калькуляторы и почему не делал расчет на определенный размер ну во первых потому что например 50 размер при росте 150 и 50 размер при росте 180 это абсолютно разные изделия будут я сама часто покупаю описание других мастеров для того чтобы перенять опыт какой-то для того чтобы вдохновиться возможно мне интересны работы других мастеров я ни в коем случае не хочу сказать что они делают неправильно но тем не менее у меня никогда не получается попасть в плотность автора а соответственно мне приходится пересчитывать весь мастер-класс которую я купила самостоятельно сначала до конца я надеюсь вы понимаете о чем я говорю и сейчас мы с вами заполним табличку с размерами и вы увидите насколько удобен в работе калькулятор и насколько он еще и вариативен то есть вы можете создавать свои модели и вязать те изделия которые вы придумали либо где-то увидели итак переходим к табличке с мерками и давайте я вот так вот прям удалю все мерки будем их заносить и я тут же буду пояснять каждую из мерок вы видите вот здесь у нас пропали цифры везде во всех ячейках теперь стоят на ли вот так же будет у вас и так поехали первая мерка ширина изделия сверху вторая мерка ширина изделия снизу что это такое и почему вот именно такие мерки дело в том что я целенаправленно не стала вас просить измерить обхват груди там свой размер или еще что то например обхват бедер да на него надо будет применять свободу облегания не все понимают что такое свобода облегания сколько ее нужно сюда добавить поэтому мы поступим с вами намного проще мы с вами возьмем свое любимое изделие из шифонера и с него снимем мерки то есть вам просто нужно подумать ага вот такой хочу я связать кардиган я хочу чтобы он у меня по ширине был примерно вот такой а у меня в фанере висит кофточка такой такой же ширины мне в ней удобно и вот этой кофточки мы пойдем и снимем мерки для начала я советую вам примерить то изделие по которому вы будете снимать мерки и представить какой кардиган вы хотите получить то есть наденьте на себя посмотрите ага кардиган должен быть чуть чуть уже тогда вы просто из вот тех мер которые снимете уберете несколько сантиметров либо наоборот примерили посмотрели нет кардиган я хочу получить более объемный и вот тут я хочу прибавить там допустим пару сантиметров по бокам ради бога измерили прибавили вот таким методом я думаю что вам будет легче представить какая свобода облегания должна быть у вашего кардигана и сюда занесете мерки и так ширина изделия сверху мы измеряем вот здесь подмышками вот это место от шва бокового до другого бокового шва а ширина изделия снизу точно также от бокового шва до бокового здесь вот внизу изделия и ну пусть у меня будет 60 и еще раз 60 почему две мерки я чуть позже расскажу дальше смотрите идет у нас планка резинки по низу ширина планки то есть вот этой планочки резинка у нас обычно отличается по плотности от основного полотна и здесь используя вот эту мерку мы можем регулировать внешний вид вот этой резинки да бывает изделие когда резиночка должна внизу присобрать основное полотно да как бы какие-то складочки здесь должны заложиться вот у основного полотна то есть резиночка подсобирает низ точно также измерили какая здесь должна у вас быть ширина поставили эту мерку вот сюда в своем кардигане который я вязала мне хотелось чтобы основное полотно плавно переходила в резинку и не было никаких вот этих вот стягиваний поэтому я ставлю здесь точно также третью мерку с той же самой шириной то есть мой кардиган который я вязала у меня полностью прямой то есть вот эта линия прямая теперь давайте разбираться зачем нам вот здесь две мерки ширины изделия но сами понимаете для стандартной фигуры вот такое изделие прямого кроя будет смотреться идеально но если у нас индивидуальные особенности фигуры есть то возможно вот этими мерками подкорректировать изделие так чтобы она смотрелась на вас очень хорошо давайте приведу пример если у вас фигура груша то скорее всего в плечах вот здесь вот и в груди у вас маленький объем обхват по бедрам скорее всего больше и если вот эти мерки отличаются намного то желательно подкорректировать ширину изделия почему потому что если мы возьмем больше обхват и свяжем прямое изделие то скорее всего вот здесь наверху она будет сидеть на вас мешком и смотреться как с чужого плеча именно поэтому в калькуляторе есть возможность такой индивидуальной корректировки если нам нужно скрыть низ увеличьте вот эту мерку у вас изделие получится слегка запашенная да вот такой то как трапеция чуть-чуть и визуально будет смотреться все идеально и наоборот когда у вас достоинство спереди да то есть большая объемная грудь точно также мы можем получить изделие которое висит мешком в том случае если она у нас будет связано по прямой точно также уберите низ прибавьте вверх и у вас будет идеальный кардиган и так шириной изделия мы с вами разобрались я надеюсь вы поняли какие вариации здесь можно применить точно также вы можете связать например короткий кардиган здесь сделать расширение хорошее это будет похоже на летучую мышь а здесь у вас получится красивая модная спущенная линия плеча то есть это актуально на сегодняшний день в общем экспериментируйте делайте все что хотите с этим калькулятором с ним можно постоянно играться и получать новые новые модели и так поехали дальше у нас здесь и идет высота планки вот этой вот резинки по низу по переду и по рукавам то есть это вот это расстояние да вот это расстояние и вот это расстояние специально сделала эти параметры отдельно для того чтобы вы могли здесь по-своему расставить вот эти вот высоту планок а может быть здесь захотите меньше здесь захотите больше а может быть рукав вы захотите с длинной резинкой связать а может быть здесь еще фонарик какой-нибудь причепует все здесь возможно я ставлю как у моего кардигана было по 5 сантиметров здесь все три параметра дальше длина изделия как измерить длину изделия если то изделие которое вы достали из шифонера у вас именно той длины которой вы хотите получить кардиган тогда измеряйте вот от этой точки то есть вот из этого уголка вниз до низа изделия если вы хотите другую длину значит попросите кого-нибудь ради бога только сами не измеряйте вот эту мерку по спине вот здесь мы представляем на уровне 7 шейного позвонка сантиметр и опускаем его до того момента где должно заканчиваться изделие то есть где должен проходить нижний край изделия то есть это должен вам кто-то помочь измерить потому что как бы вы ни старались вы все равно будете крутиться поворачиваться ловить там сзади этот сантиметр и скорее всего снимите неправильную мерку я ставлю здесь 77 сантиметров далее идет у нас мерка длина рукава и здесь я в скобочках пояснила от основания шеи что это значит измеряем длину рукава вот отсюда откуда у нас должен начинаться наш кардиган да вот это место все мы измеряем вот это будет длина рукава почему потому что если вы захотите тут пошире либо наоборот рукавчик у вас уменьшится если здесь будет шире если у вас будет разная ширина планки и разная ширина манжетов меряем все вместе а калькулятор все за вас продумано здесь он сам все посчитает сколько вам где провязать рядов все вот отсюда вот досюда это у нас будет мерка рукава от основания шеи ставлю здесь 70 сантиметров следующая мерка обхват рукава по низу это вот здесь и дальше вы видите идет у нас обхват планки резинки рукава то есть я вам показала вот он обхват рукава а вот он обхват планки что здесь имеется ввиду то есть если мы хотим ровненький вот здесь получить рукавчик переходящий в резинку ставим здесь одинаковые мерки не помню сколько у меня было пусть будет 15 сантиметров правда не помню вот одинаковая будет у нас вот здесь вот ширина рукава и калькулятор пересчитает вам вот этот переход от основного полота к резинке если вы хотите получить присборенный рукав ставьте вот здесь такую ширину которая вам необходимая уже говорила до фонарик здесь даже можно какой-нибудь сюда придумать и вот этим обхватом резиночки он у вас под соберется то есть можете поставить здесь например 30 а тут 15 и у вас все это калькулятор тоже также посчитает оставляю 15 глубина проймы это вот это расстояние то есть вот от этой точки до этой то есть это у нас также ширина рукава в сложенном виде да и вот если я ставлю здесь к примеру 20 то ширина рукава будет 20 а в развернутом виде рукав вот здесь будет 40 можете вот сантиметром отложить 40 и сложить в круг до приставить к рукаву как вам вот эта ширина хватит не хватит нравится не нравится все устраивает поставили здесь 20 то есть понимаете да ширина рукава 20 пройма 20 а в обхвате рукав будет 40 сантиметров следующий параметр у нас глубина выреза горловины и это у нас глубина вот до этой точки то есть с учетом плана в калькуляторе все заложено все вам тут просчитается то есть вам нужно просто найти ту точку на каком месте у вас должен быть вот этот вот вырез да то есть она измеряется от верхней точки изделия опускается перпендикуляр чик вниз и вот здесь вот проводится параллельная линия то есть вот этот размер до вот этой точки до этой линии будет глубина выреза горловины я поставлю здесь 30 не помню сколько я брала для своего кардигана тем более это не важно у вас все равно будут свои цифры но хочу дать вам такой совет как измерить вот эту глубину смотрите надевайте какую-нибудь футболку водолазку ну неважно найдите ту точку где бы вы хотели видеть свой вырез приколите там булавочку и снимите футболку и вот потом уже на футболке вот от верхней точки вот так вот вниз опустили линию и провели вот этот вот перпендикуляр чик и измерили то есть тут все просто дальше у нас параметр скос плеча и также здесь в скобочках стоит окат рукава то есть одна и та же цифра у меня там было точно 5 одна и та же цифра у меня работает на обе вот эти на оба этих параметра смотрите скос плеча что это такое мы с вами не квадратный если мы вот тут по прямой петли закроем это все у нас ляжет складки сами понимаете и нам нужно получить вот такую наклонную линию дальше это наклонная линия пойдет в рукав почему у меня одна и та же цифра стоит потому что здесь вот видите тоже прямая линия самой детали полочки и спинки а рукав у нас под наклоном то есть у нас здесь будет вывязываться вот такой вот окат рукава такой условно имитация оката рукава что ли да и поэтому у нас рукавчик тоже пойдет под наклоном продолжая линию скоса плеча и тогда изделие будет сидеть у нас идеально на нашей фигуре и для кардигана со средней свободой облигания вот этих пяти сантиметров вполне достаточно если уж захотите связать оверсайд ну можете поставить чуть чуть больше не увлекайте здесь и у нас остался последний параметр который вы должны занести в табличку обхват горло у основания это вот здесь то есть вы приложили к основанию горло сантиметр посмотрели сильно не затягивайте ну и чтоб не болтался конечно же а то будет кардиган сваливаться я поставлю здесь 40 ну и давайте теперь подведем итог мы с вами связали образцы причем два образца для основного полотна и для планок завели данные в таблицу о плотности вязания и сняли все свои мерки которые о которых я вот тут вот вам рассказывала я надеюсь вы поняли что здесь можно применить огромное количество вариаций но еще у меня есть одна идея мы же как вязальщицы в магазин приходим ой кофточка какая хорошенькая ах я же такую сама могу связать денег жалко проходим мимо но еще и там связано как обычно из какой-нибудь синтетики с которую потом невозможно будет носить так что берем классные нитки идем в магазин меряем ту самую понравившуюся кофточку фотографируем ее в примерочной если вам все подошло все хорошо измеряем сантиметром все параметры и переносим эти параметры потом в калькулятор вот и все ну что ж все данные мы занесли теперь давайте посмотрим что у нас с вами получилось ну во первых спинка да набираем мы естественно на спицы петли сколько петель набирает самый актуальный вопрос вот они столько петель нам нужно набрать далее нам пишет калькулятор провязываем столько-то рядов планку или резинку да то что вы придумали в следующем ряду мы переходим на вязание основного полотна и для этого нам нужно равномерно убавить 13 петель то есть калькулятор нам с вами посчитает ширину резинки которую необходимо ширину вот этого основного полотна и напишет нам здесь добавить или убавить петли давайте например я поставлю 50 сантиметров резинки здесь нам надо с вами и что у нас получается нам нужно ну тут написано убавить но здесь циферка минус 2 минус 2 петли соответственно раз убавить с минусом то есть нужно прибавить то есть если у вас вышли показатели с минусом написано убавить значит прибавить если написано прибавки и вышла с минусом значит делаем убавки тут ну как бы думаю все логически понятно если что спрашивайте в чате так дальше все перешли на основное полотно всего на спицах у нас столько-то петель калькулятор все посчитал не надо задумываться ни о чем просто пересчитали свои петли все отошло вяжем дальше далее мы провязываем высоту жилета до пройм и тут столько-то рядов написано все посчитано вооружите счетчиком рядов считаете каждый ряд и все у вас будет чики-пуки дальше смотрите для расширения в каждом ну тут минус двадцать четвертом ряду сделать по минус 3 прибавки но тут на минус можно не обращать внимание так как тут ряды да а здесь минус 3 прибавки то есть значит тут убавки смотрим что у нас задано у нас с вами внизу 65 сантиметров вверху 60 то есть вот эти вот лишние пять сантиметров калькулятор посчитал и написал нам сделать три прибавки понятно минус 3 прибавки то есть три убавки то есть эти прибавки делаются с каждой стороны детали и всего на спицах у нас снова вам все посчитали просто подбили свои петельки на спицах проверились с калькулятором все отлично снова вяжем дальше дальше тут указано где поставить маркеры посчитаны петли между которыми нужно поставить маркеры и так далее да то есть тут мы провязали еще высоту проймы дальше поставили маркеры дальше вяжем скос плеча и вырез горловины по схеме и тут внимание для скоса нужно провязать столько для выреза горловины столько тут у меня по 8 рядов получилась одинаковая цифра вы смотрите если будет например вырез горловины чуть больше чем скос плеча начнется то тогда здесь вы начнете вырез горловины вывязывать раньше плюсом ко всему у меня есть еще второй лист который вы можете распечатать и на нем черкаться то есть здесь такая условная схемочка для спинки и схема для полочек здесь написано сколько разворотных точек есть вот в этом вашем случае да то есть в моем тут три точки разворота через каждые 4 петли я просто вот здесь подрисую ручкой точки свои и буду здесь на этой схеме черкаться вы точно также можете распечатать эту схему и подчеркаться можете в принципе нарисовать ее самостоятельно об этом мы с вами поговорим подробно в видео уроках я вам там все покажу все нарисую дальше точно так же мы вяжем полочку давайте я не буду тут перечислять все эти пункты потом мы вяжем рукава как вяжутся рукава тоже здесь вот этот вот акад сколько чего набирать в каких местах маркера расставлять все это еще подробно покажу и расскажу в видео уроке все дальше мы набираем планку вам посчитаны петли здесь сколько надо набрать их по всему изделию да и сколько планки рядов провязать все планку связали петли закрыли поздравляю ваш кардиган готов сами видите насколько все продумано насколько все четко насколько все понятно не надо каких-то описаний на 50 страниц где просто потом не найдешь то что ты хочешь найти а всего лишь я сейчас вам покажу так файл печать печать так смотрите на альбомной ориентации у нас получается давайте вот прощелкаем раз два три четыре странички да ну вы сами видите что тут пол страницы пустых за счет того что картинки здесь не влезли они на пятую шестую страничку ушли а если мы сделаем книжную ориентацию то тогда у нас смотрите получается 1 2 3 2 с по два с половиной листика вот при том все подробно все наглядно и можно вот это вот не печатать а выделить вот отсюда сейчас я покажу смотрите вот это пропускаем вам в принципе это уже не надо да а выделить вот отсюда вот таким образом описание и сделать так сейчас снова идем файл печать напечатать текущие обычные сейчас скажу 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 то есть мы переходим точно так же в печати вот здесь вот выбираем напечатать выделенный формат и у нас получается вот первая страница вот вторая страница опять тут у меня показывает 4 потому что какое-то слово здесь вылезла за пределы вот ну то есть вы видите да на двух страничках даже на полутора страничках это описание всегда все можно найти все логически здесь ясно и понятно на этом я заканчиваю свой рассказ о калькуляторе получился такой достаточно объемный урок но мне хотелось вам и рассказать как им пользоваться и еще подсказать какие-то идеи для ваших будущих работ если вы не умеете считать вязальные проекты такой калькулятор станет вам незаменимым помощником ну а если даже умеете считать поверьте он сэкономит ваше время приобрести калькулятор вы сможете на моем сайте ссылочку я оставлю обязательно под этим видео не забывайте добавляться в телеграм-канал мастер-класса по вязанию кардигана с калькулятором именно там будут собраны все уроки мастер-класса и вы в любой момент сможете к ним вернуться и на все вопросы я буду отвечать именно в телеграм-канале там мне будет это сделать удобнее напоминаю что сами видео уроки бесплатные а у меня на этом все с вами была Юлия и мой это пишет рукоделие пока пока